Светодиодный экран, пианино Михаил Глинка, планшеты и мольберты. Детская школа искусств ЕМВА обновилась на 2,5 миллиона рублей. Сегодня здесь обучаются более 300 юных дарований. Ребята танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах и рисуют. Елена Кононова тоже посетила школу искусств. Музыкальные произведения Шопена «Фантазия Экспром» звучит идеально, но на новом пианино по-другому и быть не может. Его приобрели недавно в отделении фортепиано школы искусств ЕМВА. Фонд инструментов достаточно изношен. Самый старый из них еще с 60-х годов, говорит заведущая Светлана Ожегова. На нем она училась играть, будучи еще школьницей. Новое пианино Михаил Глинка – совсем другое дело. Этот инструмент был изготовлен по проекту чешско-немецкой фирмы «Бикштейн». И Санкт-Петербургская фирма, когда изготавливала этот инструмент, она, конечно, учла все хорошее, все то хорошее качество, которое было до этого. И поэтому мы очень довольны. Инструмент качественный, хороший звук, рояльный звук, кстати, у него, в отличие от наших кабинетных инструментов. Еще одна сбывшаяся мечта – большой светодиодный экран со звуковым оборудованием. Теперь концерты на совершенно другом уровне. Нужен только интернет, помощнее отмечает директор школы. И сегодня этот вопрос решается. Вот это оборудование, оно позволяет с использованием интернет, системы интернет, работать даже в режиме виртуального концертного зала. Мы пока не пробовали, но такая возможность есть. Я думаю, что мы обязательно будем ее использовать. Потому что для нашей школы это очень актуально. У нас музыканты, у нас тут пианисты, народники, духовики. И им, конечно, надо слушать вот такую живую музыку, видеть, как это происходит, эти выступления. И наши музыканты, хоровики, они тоже должны видеть, как это бывает, для того, чтобы стремиться к совершенству. В художественном отделении, которое в школе самое многочисленное, тоже демонстрируют новинки. Гипсовые фигуры и муляжи и самые долгожданные – мольберты. До сих пор детям приходилось работать на старых и расшатанных. А новые – просто уникальные. Рабочую поверхность можно установить как вертикально, так и горизонтально. Акварель точно не потечет. Здесь все двигается, регулируется, это поднимается, ставится. То есть мы можем подстроиться под любого ребенка. В классе музыкально-теоретических дисциплин появились планшеты. Они хранятся и заряжаются в специальном кейсе. Никаких проводов по всему кабинету. Теперь при помощи гаджетов здесь преподают музыкальную грамоту. Весь процесс отражается на мониторе учителя. Впрочем, возможности нового оборудования, которое приобрели за счет республиканского бюджета, преподавателям еще предстоит изучить, считают руководство учреждения. И тогда уровень подготовки юных дарований Емы будет еще выше. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Нижпогодский район.